Всемирная акция «Тотальный диктант» носит просветительский характер. Каждый год в апреле тысячи добровольцев со всего мира проверяют свое знание русского языка. Нынешнее многообразие форматов позволило расширить границы. К проекту присоединились жители 60 стран. Текст для диктанта подготовил известный писатель Дмитрий Глуховский. С учетом эпидемиологической обстановки в 2021 году на диктанте были задействованы различные форматы, лишь бы все желающие смогли принять участие. В нашей республике таковых набралось более 400 человек. В этом году автором текста стал писатель Дмитрий Глуховский. Сам текст разделили на пять частей. В нашем регионе диктовали третью часть. Ирина Иванова на площадке Национальной библиотеки читала диктант уже в третий раз. Сюжетную историю даже экранизировали, чтобы любители русского языка лучше прочувствовали ситуацию. Я спросила у нее, зачем тот? Она сказала мне, что когда сама еще была полегой девочкой, приходила только со своей бабой, моим прадедом. В этом году у нас диктант получился немножко философский. По трудности орфографические, пунктуационные я бы не сказала, что он сложный. Наоборот, он даже легче, чем все остальные диктанты, которые были в прошлые годы. В принципе, даже организаторы тотального диктанта, когда выбирали этот текст, они, прежде всего, мне кажется, выбирали его с точки зрения актуальности. Сейчас тема онкологии, тема смысла жизни, она сейчас, мне кажется, очень актуальна не только для старшего поколения, но и для молодежи, учитывая молодость этой болезни и учитывая, какой резонанс она имеет в обществе. По словам Ирины Ивановой, в библиотеку чаще всего приходят грамотные читающие люди. Так что и результат диктанта вполне предсказуем. Участвую не первый год, второй же, мне кажется, дает это мероприятие нам повысить свою грамотность. Мы чуть-чуть готовимся и здесь узнаем что-то новое. И все хорошо. Чувствую прекрасно, как в школе. Очень ждала этого момента. Соскучилась уже. В 2014-2015 году участвовала. Я бы не сказала, что сложный диктант, но написать, я думаю, написала хорошо, но могут быть, наверное, запятых ошибки. А так, очень интересный текст, и я не первый год пишу, поэтому мне все понравилось. Я думаю, что вот эта вот акция, она повысит грамотность любую, в том числе и мою. Очень хочется быть грамотным человеком не только на словах, но и на деле. Об уровне своей грамотности участники узнают 15 апреля. В этот день будут известны результаты диктанта. Екатерина Шиверова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика.